Только представьте, вы будете записывать одни и те же слова на русском языке одновременно с участниками тотального диктанта из России, Великобритании, США, Канады, Китая, Кипра, Австралии и еще множество стран. Говорится на официальном сайте проекта. Теперь это стало возможным и для жителей Приднестровья. Тотальный диктант – это ежегодная образовательная акция. В этом году у проекта юбилей – 10 лет. Идея добровольного диктанта родилась в Новосибирске в студенческом клубе «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 10 лет проект превратился в масштабное международное событие. Ребята придумали каждый год открывать двери университета для всех желающих, проверить свою грамотность. Приходили студенты, пенсионеры, преподаватели. Акции заинтересовались в других городах и даже странах мира. И за 11 лет существования тотального диктанта это стало широким международным событием. «Диктанты, сочинения, изложения – все это нужно, чтобы поддерживать в нас навыки правописания», – говорят организаторы и идеологи проекта. Во время тотального поглощения орфографии и пунктуации интернет-сленгом правила русского языка стали уходить даже не на второй план. Цель тотального диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту самую грамотность повышать. Сегодня этот вопрос не потерял своей актуальности, согласны и приднестровцы. Это во все времена и века люди грамотные всегда ценились. К сожалению, очень многие молодые люди безграмотно пишут, и из-за этого, честно говоря, документы, которые оформляют, даже заявления не могут нормально на русском языке написать. Это лицо человека. Нужно писать грамотно. Когда ты вырастешь, чтобы ты не встал каким-то дворником, а инженером. Нужно учиться грамотно. Конечно, нужно учиться. Я знаю все правила. Обязательно нужно писать грамотно, как вручную, так и на компьютере. Нужно писать грамотно. Это всегда актуально, в любое время. К сожалению, грамотность сейчас страдает еще из-за того, что люди много времени проводят в интернете, и зачастую там не считают нужным соблюдать ни заглавные буквы, ни запятые. Накладывает отпечаток. Всякие привки, лютя, там, не знаю, бай, хай. Есть грамотный русский язык. Почему использовать какие-то заимствованные слова или не ставить знаки припинания? Это глупо, мне кажется. И показывая себя в знакомстве с человеком с такой стороны, ты сразу обрекаешь на провал все отношения в будущем. 357 городов по всему миру. От Якутска до Сиднея, от Владивостока до Нью-Йорка. В каждом под диктовку знаменитых людей или просто педагогов-филологов пишут выбранный заранее текст. Организаторами акции выступают исключительно волонтеры. Участие в тотальном диктанте тоже исключительно добровольное. Мы сами не прилагаем никаких усилий к тому, чтобы тотальный диктант появился в том городе или в этом. Города сами должны снизу идти инициатива от этих городов для того, чтобы они присоединились к акции. К слову, у тотального диктанта появились уже свои традиции. Теперь выступить автором текста для тысяч людей престижно и почетно. В прошлые годы такая возможность была у Бориса Стругацкого, Дианы Рубиной, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина. В 2014-м специально для Всемирной акции по проверке грамотности написал текст известный российский писатель Алексей Иванов. Решился я сразу, потому что я знал, что это какой тотальный диктант. Я считаю, что это большая честь для писателя принять в нем участие. Мой диктант называется «Поезд Чусовская-Тагил». То есть поезд, который шел от станции Чусовская до станции Нижний Тагил через весь Уральский хребет. Вот это поезд, на котором в советское время в основном ездили туристы, самодеятельные туристы, они сплавлялись по всяким уральским речкам. Это вот такой способ летнего отдыха был у советских инженеров, научных работников, то есть у людей среднего достатка. И вот я рассуждаю о том, какие люди ехали в поезде, что это за странный вид отдыха, почему он ушел в прошлое, сейчас такого практически нет. Что за земля была, по которой шел этот поезд, чем привлекательно, что изменилось с тех времен до наших дней. Из-за разницы во времени на площадках, где будут писать диктант, текст решили поделить на три части. Первую напишут участники проекта с Дальнего Востока, Восточной Сибири и из зарубежных стран этого часового пояса. Вторая часть предназначена для Урала и Западной Сибири, ну а нам достанется третья часть. Ее также будут писать в европейской части России, Европе и Америке. Одновременно с Тирасполем будет писать Москва, Санкт-Петербург, Киев и вся Европа. Мы находимся в этом примерно одном часовом поясе. Проверить свою грамотность может любой желающий всего за один час, причем сам диктант занимает около 15 минут. Работы в Тирасполе, как в принципе и везде, будет проверять экспертная комиссия, в составе которой будут находиться дипломированные филологи. Результаты можно будет узнать через несколько дней на сайте проекта или же придя на площадку. Обещают организаторы и работу над ошибками. Итак, 12 апреля в 2 часа дня в столичной школе номер 18. Быть грамотным – это модно. Татьяна Серова, Дмитрий Дьяков и Александр Тыш. Специально для проекта «Точка отчета».